В Болгарской Православной Церкви ожидает прославление архиепископа Серафима Соболева, служившего в прошлом веке в Свято-Николаевской Церкви Софии. Известность русского владыки в этой стране такова, что до сих пор ежедневно к его гробнице приходят сотни людей. О почитании архиереи болгарами и нашими соотечественниками рассказывают корреспонденты Восточноевропейского Карпункта телеканала «Союз». Богослужения в Русской Свято-Никольской Церкви в Софии совершаются ежедневно. И каждый день сюда приходят сотни верующих, в основном болгар, которые любят этот храм, в том числе и потому, что в 20-е, 30-е и 40-е годы прошлого века здесь служил архиепископ Серафим Соболев. Это удивительно, но архипастерь, окормлявший русскую миграцию в Болгарии, снискал уважение и простого болгарского народа, болгарских священнослужителей и архиереев. Историки отмечают, что во многом благодаря его усилиям в феврале 45-го года специальным томосом Константинопольской Патриархии была снята схизма. Еще с конца 19-го века Константинополь не хотел признавать автокефалию болгарской церкви. Но простые болгары запомнили владыку как прозорливца и чудотворца, уверяяя, что этими дарами Господь наделил владыку Серафима за подвиги и труды во славу Церкви Божией. Вот в этом храме на протяжении долгих лет, 30 лет, с 1921 по 1950, служил замечательный подвижник веры и благочестия 20-го столетия, архиепископ Серафим Соблев, который и погребен в крипте нашего храма. Храм этот любим болгарами, любим софиянами. Сотни людей приходят в наш храм, чтобы помолиться у места захоронения владыки Серафима. В крипте Русско-Никольской церкви, где находится гробница архиепископа Серафима, всегда много людей. Верующие и даже далекие от церкви люди в надежде приходят к архипастерю со своими просьбами. По сложившейся традиции их излагают в записочках, которые оставляют в специальном ящике. То, что вы видите меня перед собой, уже чудо. А было недавно время, когда я весила 20 килограммов. Так сильно болела. Исцелил Господь по молитве к латыке Серафиму. Молимся ему не только о здоровье, но и за всех близких, за детей, за свет Божий. Чтобы мирно, чтобы благодатно жила эта земля и наш народ. Чтобы все жили с Божьим благословением. Я помню его еще совсем маленькой. Мне было 8 лет, когда война началась. И я знаю, как я тогда впервые узнала о Боге. И я начала молиться. Он мне спас. Здесь, когда я в Болгарии была. Мужа от смерти. И дал ему еще 10 лет жизни. Я упорно молилась от всего сердца. Сейчас, на подворье Русской Православной Церкви в Софии, собирая свидетельства людей, которые получили чудесную помощь, по молитве к архиепископу Серафиму Соболеву. В декабре прошлого года здесь праздновались на 30-летие со дня рождения архипастрия. Для церкви память о владыке Серафиме одинаково дорога как в Болгарии, так и в России, отметил в специальном обращении святейший патриарх болгарский Максим. Рожденный, воспитанный и выросший в русских традициях благочестия, он, по воле Всевышнего, пришел на нашу болгарскую землю, чтобы послужить изгнанным из родины своим соотечественникам, а также духовным болгарским чадам. И сегодня бесчисленное множество христиан стекается к месту его упокоения, прося его помощи и духовного заступничества. Пример высокого церковного сознания, справедливый архипастри и любящий отец, владыка Серафим навсегда останется в памяти поколений. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз» из Болгарии. София.